Всем привет, друзья! Меня зовут Давид и вы находитесь на YouTube-канале Artstyle. В моих руках Ulefone 007. Это смартфон очень недорогой, стоит в районе 60-70 долларов в Китае. И за эти деньги я, во-первых, уже делал обзор, рассказывал. Было сравнение четырех смартфонов. Вышло оно как на YouTube-канале, так и на моем сайте artstyle.ru. Экран очень яркий, как я не пытаюсь. Видите, еще обновления идут. Просто Wi-Fi только включил, что-то обновляется постоянно. Как не пытаюсь экран подстроить, экран очень яркий. Но неплохой за свои деньги. То есть смотрим на GearBest, откуда приехал ко мне этот телефон. Его стоимость на данный момент составляет, в общем-то, получается 59 долларов. Ну, ссылку я оставлю. Может быть больше будет, может быть меньше. Но на данный момент это действительно очень неплохо. Аппарат 5-дюймовый для своей цены. То есть, думайте, ребят, 60 долларов, грубо говоря, за полноценный телефон на Android. Да, здесь только экран поддерживает два касания. Но в остальном, знаете, очень и очень даже неплохо. Особенно сильно удивили камеры. Но те, кто видел мое сравнение, ссылки на сравнение четырех смартфонов, текстовый видеообзор, оставляю под этим видео. Наверное, все знают. Но в любом случае, посмотреть про хороший, прям вот реально хороший за свои деньги телефон, хуже не будет. Итак, смотрим комплектацию. Здесь китайцы нас удивили. Положили силиконовый чехол. Он достаточно неплох. Всегда говорю, это такая мелочь. Но это же действительно классно. Смартфон совершенно не скользкий. Это силикон. Приятно. Он стоит-то доллар. Но все равно то, что в комплекте это хорошо. Ну и зарядное устройство. И кабель USB, microUSB, инструкции, гарантии. Конечно же, все это в комплекте есть. По характеристикам тут все очень просто. Грузить вас не буду. Отмечу только, что здесь 8 гигабайт встроенной памяти. Свободно там в районе 5, грубо говоря. Карта памяти, поддержка есть до 32 гигабайт. И 1 гигабайт оперативы. Процессор тут 65,84. Ядра 1,3 ГГц. Это, конечно, не густо. Но, как ни странно, даже игрушка Nova 3. Шутер такой хороший. Пошел без проблем. Результаты тестов вы видите в районе 22 тысяч баллов. Экран бликует. Но мы сейчас просто сделаем яркость побольше. Заодно экран еще посмотрим. И что мы видим? То есть, все, в общем-то, понятно. 4 ядра. Дисплей Mali 400 видеопроцессор. И поддержка только двух касаний. То есть, в процессе использования телефона этого вообще не замечаешь. Разницы, как таковой, даже с более дорогим практически нет. Стекло поверх экрана наклеено китайцами. Молодцы, не жадничают. То есть, реально стекло здесь наклеено. Не стекло, а пленка, естественно. Запасной? Нет, в этом нет. Иногда бывает еще и запасная пленка. И что могу сказать по смартфонам? Хочется хвалить. Учитывая за то, что за небольшие деньги его продает. Внешний вид, корпус. Единственное, по большому счету, минусы. Даже если решить очень сильно попридираться, глядя на цену. Это не слишком хороший звук в наушниках. Не съемный аккумулятор. И поддержка только двух касаний тача экрана. Это, в принципе, все. В остальном аппарат поддерживает две полноценных сим-карты. То есть, микросимки. Карта памяти до 32 гигабайт. Батарея, в принципе, нормальная. Сейчас я вам точно скажу. Звезд с неба не хватает. Но полный рабочий день. Полный день. То есть, если даже вы достаточно активно смартфоном пользуетесь, он у вас проживет. Видите, просто загрузка еще идет. Там было много. Время нет. Поэтому не стал ждать, пока все прогрузится. 2200 емкость батареи. 4 часа 12 минут. На максимальной яркости смартфон смог проработать. В реальности, то есть, я ставил сим-карту. С каждым из этих дешевых телефонов ходил. Все неплохо. Давайте же внешний вид тогда разберем. Сверху. Необычно, непривычно. Разъем для подключения к компьютеру microUSB. Разъем для наушников. Качество звука средненькое. Ну, что тут сказать. Недорогой телефон. Справа кнопки включения и выключения. Тугие. Нажимаются неплохо. На смартфон можно разблокировать двойным тапом по экрану. Нажимать, в принципе, без проблем. Иногда, правда, подглючивало. В прошлый раз, когда делал обзор. Да, и сейчас подключивают. Ну, что вы хотите. Но, с другой стороны, без проблем блокируется двойным тапом по кнопке домой. Вот тут вообще совершенно без проблем. Всегда. Это очень удобно. Снизу нет ничего, кроме микрофона. Качество связи хорошее. Прием хороший. Ничего не могу сказать. И камеры. Камеры удивили очень сильно обе. И, соответственно, основная и фронтальная. Фотографируют шикарно. Я не знаю, как китайцам это удалось сделать. Но посмотрите примеры фотографий. Они действительно воистину хорошие. Я просто удивлен. И вообще аппарат чем-то напоминает Nexus. Чистым Android. Оболочка. Соответственно, Android 6. Все. Давайте посмотрим об оболочке и по экрану. Ulefone 007. Версия Android 6. Отмечу, что кнопки управления без подсветки. Но управляется без проблем. Шторка вот таким вот образом. В принципе, стандартная для Android выглядит. А меню немножко сделали более красивым. Чем это делает Google. То есть, поставили какие-то красивые ярлычки. То есть, смотрите, немножко переработано. Но все достаточно красиво. И не лагает, как говорят особо. А если лагает, то я, в принципе, особо не замечаю. А, может быть, учитывая цену, этому телефону прощаю. Но, на мой взгляд, работает все хорошо. Что касается картинок, если посмотреть. Отмечу еще GPS. Для тех, кому это важно. GPS достаточно быстрый и шустрый. То есть, 10.35 холодный старт. Ну, учитывая стоимость, быстрый и шустрый. 10.39 за 2 минуты. Один из спутников увидел, 5 взял в работу. Экран, конечно же, на солнце ведется более-менее нормально осенним. Но бликует, как видите. Уголы обзора, если мы посмотрим. То есть, к чему я все это рассказываю. Просто телефон, на мой взгляд, получился у китайцев неплохой. За свои деньги. Другой вопрос, что добавить еще там 50. А то меньше даже долларов взять Xiaomi или Meizu. Конечно, будет лучше. Реально лучше. Но и этот за свои деньги очень неплох. Просто кому-то, может быть, ребенку нужно купить телефон, чтобы не совсем отстой. Кому-то родителям. Как бы, если для, как просто звонилку или как рабочий телефон, то особых проблем с ним быть не должно. Тач не слишком, да, хороший. Но пользоваться можно и даже играть умудриться. Что касается игр. Сейчас вы реально удивитесь, потому что игра достаточно мощная. Я всегда это повторяю. Не важно, новая она или старая, когда она вышла. GTA тоже вышла давно, но это не мешает загружать сильно процессор. И, несмотря на это, 6580, 1.3 ГГц с гигом оперативы, с простым достаточно видеопроцессором пошла без проблем. Смотрите сами. Как ни странно. Да, понятно, здесь какие-нибудь игры там, сетевые шутеры, на максималках точно не поиграешь. Это факт. Динамик вот здесь. Динамик нормальный. Есть небольшие такие вот выемки для того, чтобы звук не приглушался, когда телефон лежит на столе. Отмечу, еще все. Google что-то скачивает. Надо было отключить. По-моему, все, надеюсь. Несмотря на это, смотрите, как пойдет. Да, подтормаживает. Я это тоже вижу. Два касания, это, конечно, жестоко. То есть, видите, это, конечно, жутко. Это играть, ну, очень тяжело. Я это отмечал еще и, когда вот два, видите, он срабатывает. Вообще жесть, конечно. Кто-то скажет, нафиг такой телефон нужен? И вообще можно было бы игры не показывать. Но я показываю на всякий случай. Слушайте, вообще что-то жестко совсем. Прям совсем. Совсем. Да. Кто-то скажет, нафига вообще, что ты говоришь, советовать кому-то купить. Ну, короче, он не игровой из-за двух касаний основного. Видите, в одном-то без проблем. Вот, побежал, остановился, прицелился, выстрелил. Два касания уже тяжело. Но сам факт тянет. Ладно, не будем мучить. Конечно, совершенно не для этой игры телефон. Так, один раз. Да, еще и обновление это идет. Но это ему не мешает. Ладно, некий такой вывод. Давайте, единственное, я еще вам включу. Я еще включу сейчас качество звука, проверить. Динамика для тестов. Не знаю, мне телефон, учитывая цену, показался очень неплохим. Динамик хороший. А, китайцы, смотри-ка. Это я туда пленку положил. Пленка была. Ну что же. Все это время, смотрите, еще обновляется. Все-таки это тоже процессор подгружает. Надо было, конечно, подождать. Просто время нет. Иначе я бы вообще этот обзор не снял. Короче, по телефону. Самое главное. То есть, телефон без проблем особых. Если не брать игровую составляющую. То есть, два тача вы, в принципе, не почувствуете. То есть, если вы пользуетесь интернетом, пользуетесь как телефоном. Не знаю, что еще добавить. Особых проблем с ним быть не должно. Есть FM-радиоприемник. То есть, для тех, кому это важно. Есть, в принципе, неплохой экран. Есть телефон, чем-то похожий на Nexus и по внешнему виду. Давайте чехол снимем. И по оболочке, по простоте практически неизмененный. То есть, производителем имею в виду. Примеры фотографий. Посмотрите, вот на моем сайте я всегда их выкладываю. Все это, примеры. Видите, загрузка прекратилась и пошустрее стал подгружать. При этом здесь картинки хоть и сжатые, но их много. То есть, в принципе, особых проблем с серфингом интернета тоже нет. Конечно, нельзя сравнивать с дорогими телефонами. Но и здесь как-то тоже сильно не могу сказать, что совсем все погано. Итак, по этому улефону. Еще раз. Телефон, на мой личный взгляд, получился неплохим. Со своими недостатками, но учитывая стоимость, их ему можно простить. Однозначные плюсы. Конечно же, цена. Конечно же, внешний вид. То есть, телефон не скрипит практически. Ну, нормально на самом деле все. Крышка съемная, но аккумулятор не съемный. Приятный обычный пластик. Дешевый, но приятный. Очень хорошие камеры. И фронтальная, и тыловая. Меня смогли удивить. Я не представляю, как это вообще возможно. Реально хорошо. Минусы. Учитывая эту невысокую стоимость, есть только попридираться к тачу, которая два касания поддерживает. Да и, наверное, в принципе, все. Батарея нормальная. Звук нормальный. Работает нормально. Не глючит, не виснет. То есть, каких-то явных проблем я здесь не обнаружил. Все, в общем-то, учитывая цену, неплохо. Смотрите, все это время еще что-то фоном подгружает. Ну да ладно. Тогда на этом все. Я, как всегда, говорю. Будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. До новых выпусков. С уважением ко всем. Давид. Счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok